У Валерия Ильича Колесникова проблемы с передвижением. Даже несколько лишних метров для человека с ограниченными возможностями превращаются в испытания. Но теперь на парковочное место мужчины никто не претендует. По просьбе химчанина здесь оборудовали знак. Сколько тут мучился без него. Сейчас, наверное, будет легче. Спасибо администрации за то, что, можно сказать, так оперативно поставили мне знак. Помогли Валерию Ильичу в рамках проекта «Единая страна. Доступная среда». Работу провели бы быстрее, но пандемия внесла коррективы в планы. Поэтому возведение конструкции пришлось отложить. Но все же это было сделано при первой возможности. В нашем городе под непосредственным руководством, наблюдением, кураторством главы нашего города проводятся различные мероприятия по улучшению качества жизни людей с инвалидностью. В том числе и когда мы обустраиваем парковки, мы делаем откидные пандусы в подъездах. И, конечно же, очень приятно, что нам всегда идут навстречу. А этот перекресток улиц Пролетарска и Маяковского считается опасным, в особенности для инвалидов. Здесь нужен звуковой сигнал светофора. Ладно, там наши местные жители, да, инвалиды, так как путь каждодневного движения. А вот если взять, допустим, человека-инвалида, который, да, гость, допустим, приехал, ему будет удобнее, да, там, ориентироваться, адаптироваться в условиях нашего, да, города. Общество слепых обратилось к МБУ «Химдорс» с просьбой установить здесь необходимое оборудование. Однако мониторинг показал, на перекрестке необходимо еще и обновить разметку. Дорожная разметка запланирована в нанесении на данной улице на следующей неделе. Мы обновим все пешеходные переходы на данной улице, обновим линейную разметку, осевую разметку. Вопрос по установке звукового сигнала вынесут на комиссию по безопасности дорожного движения. В случае положительного решения его установят в этом году. Депутат Александр Васильев, ответственный за реализацию проекта «Безопасные дороги», подчеркнул, что обратиться за помощью может любой житель. Они могут обращаться напрямую к депутатам, могут обращаться в администрацию городского Крухимки о тех улучшениях, которые необходимы в рамках дорожного полотна или дорожного движения на территории городского Крухимки. Все заявления внимательно рассматриваются, да, есть заявления, которые отрабатываются там в течение недели, есть заявления, которые требуют более серьезного рассмотрения. Проект «Единая страна. Доступная среда» существует уже больше пяти лет. Депутаты и активисты регулярно проверяют наличие пандусов, предупреждающих знаков, как в домах, так и в местах общего пользования, чтобы химчане с особенностями здоровья смогли жить без ограничений. Ксения Абрагина, Николай Забродин. Новости Химки ТВ.